Доброго времени на суток. Здравствуйте. Салам алейкум. Что, загрузили вчера металлолом? Поехал, сдал. У нас металлолом тяжелый, в размере по 19 рублей принимается. Я езжу на центральную приемку в порт. Некоторая приемка в районах. Там на весе заезжаешь, целиком на машине взвешивается и потом выгружаешься и назад взвешиваешься. 910 килограмм. Итого получил я 17 200. И вот у меня был вчера заказ на вчера, либо на сегодня. Я сказал, что давай на завтра. Там неприцепиально было. По времени там надо было просто приехать, сделать там, на сколько я могу. И позвонил с моего ДНП. Там сосед. Надо поработать там. Суть в том, что я с ними... Ну, когда дом этот строил с застройщиками, то есть я в прошлом году там все это делал. Пять домов строил. Септики, все. Скважины, обустройство электронапряжения, траншеи под кабеля, все. Вот. Ну и потом уже эта хозяйка сказала, что... Ну, не сказала. Короче, когда копал, там были большие камни. Они оба стоять, наблюдали. И мой работодатель втроем там. Ну, и смотрели, как я там делаю. Говорит, все отлично, супер. Там, блин, я даже удивлена была. Ну, а потом стали копать септик. Что-то такое. Она мне что-то начала там. Ну, и, короче, как бы... Я так понял, что ей не понравилось, что я ей как-то ответил неправильно или дерзко. И она потом просто по объявлениям нанимала другой трактор. И выставляла счет моим работодателям. Типа, вот я типа сама решу все этот вопрос. И вот даже в этом году я видел, у нее работал там другой трактор. Вот. Ну и вот как бы сейчас позвонил мне ее муж. Говорит, давай подъедем, поработай. Вот. Вот сейчас еду туда, и там часа на полтора, на час работы. То есть, поняли, они у нас все привыкли, вот, что я приезжаю на час, на пол, на час сорок. И мы берем по факту за минуты, ни работы, ни за два часа минималка. Вот. Ну, причем я говорю, что я даже копаю 20 минут, 15 минут. Я все равно беру 2000. Люди говорят, спасибо, вот, очень хорошо, все, все замечательно. Потому что выгода-то реальная. Ну, есть, которые там говорят, бля, 15 минут 2 рубля дорого. Я говорю, ну, блин, дорого. Вызывай трактор с города. Он приедете 2 часа минималка, и час дороги возьмет с тебя. Даже если ты по 2 рубля найдешь, того 6. Ну, что 6 и 2000. Ну, это же, наверное, второкласснику ясно становится, что выгоднее. Тем более, я тут по-другой, ну, практически в любой момент могу приехать. А там ты должен все это со временем, ну, отстроиться. Все, еду на затрактор. Сейчас заведу. Поеду, покопаю. А, древесина. Вчера ездил покупать. Коп у нас доски стоит в одном месте 22 рубля. Это, ну, как не струганная, просто простая, естественная влажность. Ну, с двух сторон нормальная, гладкая. А там какая-то есть с одной стороны кривая, ну, типа для опалубки. Она понешевле. Вот. И вот я купил вчера по 20-ке за куб. Ну, я взял две доски для пробы 40 на 100 для забора, чтобы понять. Она 4,20 длиной, ну, то есть, грубо говоря, метр, метр десять там, и все выкидывается. Потому что у меня расстояние такие везде 3,3,10. 295. Ну, короче, шестиметровый не взять. То есть, они выкинутся. Даже нигде там не вставить их местами. Вот такая вот тема, короче. Не нашел вчера еще по 18 тысяч за куб. Но, не знаю, сегодня я не поехал покупать. Возможно, завтра уже нахуй не будет. Потому что цена, конечно, хорошая. Ну, у нас, кстати, здесь эту доску тоже пилит. Она, ну, есть привозная и есть непривозная. О, Костян едет. На манипуляторе. 600, 687, по-моему, у него номер телефона. Если кому в Урманске нужен манипулятор, 24 метра стрела у него. Ну, он такой, я вам скажу, что подтягивать не буду. Это же тебе не лебедка, блядь. Ну, короче, такой, ну, скажем, человек. С ним тяжеловато работать. Солнце вылезло. Хотя, ночью плюс 8 было. Холодно, пипец, короче. Ну, они херачат камни, эти булдыганы в ковш кидают. Сами, как экскаваторы. Грузим ковши, завозим за дом. Все это дело. Ватрушу хучу не строила туда камни. Не знаю, почему они. Ватрушу руками не выбирают. А, ладно, нам, конечно. Так, конечно, это булча перелопадить. По основным камерам, скажу, не хранить. Грузы на цикл. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 на первую перекручусь где-то вот так горизонт сверху я на легковой спускался на векторе на своей но вот в эту яму как бы не попал ничего что тачку перекосило в гору конечно здесь на джипе можно подняться а так на заднем приводе или на переднем нереально вот этот участок под забор я вот сделал попал тот два участка тоже сделал поздно в том году и в том году все да конечно в баке 10 литров мало в гору подниматься могла перетечь заднюю часть и мокрсов мне повезло вот заехал вот фиолетовый провод будет загораться лампочка на равноколеснике здесь лампочка загорается которая сигнализирует о том что что там связано с этим у меня будет загораться лампочка то что у меня включен полный привод вот так будет загораться что включен полный привод зеленый это общий земля 0 короче минус и фиолетовый это который идет на лампочку вот здесь вот колодки вот видите где вот одиночная пипка вот это вот он здесь вот второй ряд рядом с зеленым не увидите здесь двойная одиночка 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 и вот внизу двойная и напротив нее одиночка вот этот фиолетовый провод он идет на эту лампочку поэтому я его и сделал от него поведу провод но подключу к подключению переднего привода чтобы не сигнализировал лампочка что горит у меня значит включен полный привод останется еще прозвонить только на пакетнике на этом какие-то смыкать контакты самый конечно простой вариант это по идее залезть под трактор и найти соленоид включение переднего привода можно вообще оттуда провод протянуть в кабину и все ну я один то не смогу сделать на два человека раз ну и второе провод надо тянуть снизу завтра позвоню электрику чтобы он мне помог ну прозвонить пакетник и я думаю в кабине все это реально сделать только надо знать какие провода брать я думаю реле поставить и этот пакетник мы обойдем мощным реле так и реле ну ампер на 60 наверно на 80 реле я думаю будет без проблем держать мне так кажется потому что в схеме реле как будто бы нету которая управляет полным приводом но я трогал включал выключал что-то дикие реле не клацают поэтому мы к ней будет так вот 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 Продолжение следует...